МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания ТВ-21 продолжает работу в эфире. Вы смотрите новости в студии Анастасия Семенова. Мурманская область получила 9 новых школьных автобусов. По одному отправятся в Апатиты и Оленигорск, в Кандалакшский и Терский районы, два в Кировск. Еще три поставят на баланс Центра комплексного обслуживания учреждений образования. Каждый оборудован тахографом, системой ГЛОНАСС и маячками. Вместимость от 15 до 24 человек. На сегодняшний день при поддержке федерального правительства парк школьных автобусов обновлен на 90%. Об этом рассказали на оперативном совещании в правительстве региона. Кроме того, губернатор анонсировал новые льготы для ребят из многодетных семей. Для них обучение по программам среднего профессионального образования будет бесплатным. Нововведение касается и текущего учебного года. На эти цели из областного бюджета выделят около 4,5 миллиона рублей. Соответствующее финансирование я прошу сразу после новогодних праздников запустить для того, чтобы и компенсировать в том числе те затраты, которые люди принесли. Ну а дальше на бесплатной основе будем обучать тех ребят, которые учатся в своей профессии на платных местах, но которые являются детишками из многодетных семей. Мурманскому морскому рыбопромышленному колледжу имени Месяцева исполнилось 90 лет. Учебное заведение основали в 1932 году. За годы существования оно пережило множество преобразований, накопило богатую материально-техническую базу, сформировало крепкий преподавательский коллектив. В честь праздника в актовом зале мореходки состоялась торжественная церемония. Репортаж Кирилла Гропенека. Студенты морского рыбопромышленного колледжа с гордостью несут флаги. В актовом зале ребят встречают нынешние ученики и преподаватели, выпускники и гости средней мореходки. За 90 лет она вырастила 32 тысячи специалистов. И по сей день число желающих связать жизнь с морем только растет. К нам приезжают даже из других регионов. Тимофей Цикунин из Петрозаводска учится на электромеханика. После планируют остаться в Мурманске и поступать в МГТУ. У него было очень хорошее описание на сайте. Сам по себе он считался достаточно элитным учебным заведением в области. Там во многих топах занимал высокие позиции. О нем были хорошие комментарии. Поэтому я решил, что могу подать документ сюда. Колледж был и остается кузницей кадров для рыбодобывающей промышленности. Многие нынешние руководители мурманских флотов и предприятий начинали трудовой путь именно здесь. Колледж крепко стоит на ногах. Мы готовим кадры ежегодные. У нас конкурс 3-4 человека на место. Он ежегодно увеличивается. В прошлом году мы принимали 380 человек. В этом году 465 человек. Вот видите, рост даже на 20%. Сегодня колледж – это престижное, многопрофильное образовательное учреждение среднего профессионального образования. Одно из самых крупных в Мурманской области. Оно взращивает не только специалистов морских специальностей, но и профессионалов из других сфер – экономика, программирование, туризм. Я очень долго искала, куда поступить, потому что это было трудно. И туризм очень перспективен в Мурманской области. Мне интересно быть гидом, мне интересно рассказывать людям о нашей Мурманской области. И моя главная задача здесь – это выучиться и потом быть гидом именно здесь, в нашем регионе. На церемонии поздравили лучших преподавателей и студентов колледжа. Они получили приятные призы и памятные подарки. Александра Пескова, Кирилл Грапиняк, Максим Чинкин, ТВ21+. В этом году в рамках национального проекта «Демография» в городе построили сразу два дошкольных учреждения. Одно на улице Капитана Орликовой. Две тысячи человек проголосовали именно за этот вариант. Уже скоро садик откроют двери. А пока детям из окрестных домов позволили заглянуть в группы и столовые. Будущих воспитанников детского сада их родители познакомились с воспитателями и провели для них экскурсию по новым помещениям. Посмотреть действительно есть на что. На блестящее оборудование для пищеблока и прачечной, мебель, игрушки, интерактивные доски для развития мышления и учебные пособия потратили более 15 миллионов рублей. У нас даже есть сенсорная комната, в которой детишки могут отдохнуть, поработать с педагогом-психологом и просто расслабиться. Внутри комнаты можно оказаться в волшебной атмосфере или, например, порисовать песком. Отдельное внимание педагог-психолог обращает на воздушно-пузырьковую колонну. Наблюдая за движением воздуха в воде, ребенок успокаивается и легче доверяет психологу. Я действительно под огромным впечатлением, потому что настолько продумано все. Он высокотехнологичный, современный, детям искренне завидуются, что ты уже вырос, и у тебя такого детского садика не было. Здание рассчитано на 80 детей. Они придут сюда уже 9 января. Данил Скуратов, Максим Чинкин, ТВ, 21+. В областной столице в нешуточной борьбе сошлись мастера юмора. В финале Мурманской лиги КВН веселье и находчивость демонстрировали шесть команд не только из Заполярья, но и из Санкт-Петербурга. Кто стал чемпионом и теперь отправится на международный фестиваль Кевин, узнала Элина Шагенова. А специально для финала мы подготовили очень веселую песню про одноруких. Но, боюсь, они нам за это не поаплодируют. Юмористическая битва финалистов началась с визитной карточки. Исход вечера он не определяет, но точно задает настроение. В этот вечер на сцене шесть команд. Вот расскажите, вы же когда чемпионство взяли, вам же сразу майора дали, да? Конечно, дали. Ходит за нами, не знаем, что с ним делать. Иди отсюда, за кулисами, постой. Коллективы разноплановые, не похожие друг на друга. Это и студенты МАГУ, мурманские спасатели, работники судоремонта и не только. Действительно, игра должна получиться очень интересной, потому что нет явного фаворита. Все команды имеют практически равные шансы. Конкуренция серьезная, заявили на финале, но победитель все же один. Чемпионом стала команда ФСИН «Шпроты». Ребята уже не первый сезон держат высокую планку. Именно они поедут в январе в Сочи на международный фестиваль «Кивин-2023». Элина Шегенова, Борис Савельев, ТВ21+. Тем временем отлично показали себя заполярные юмористы и в Минске. В финале Международной лиги КВН две команды из Мурманской области завоевали высокие награды. По результатам игры команда «Для вас» заняла второе место, а сборная «Заозерска» взяла бронзу. Это только начало пути. Они также намерены отправиться на фестиваль КВН в Сочи в начале следующего года. Пожелаем нашим юмористам удачи. Эти и другие новости доступны на нашем сайте www.tv21.ru И на нашем ютуб-канале. Не забывайте про Viber и WhatsApp. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Далее вас ждет прогноз погоды. На юге области в Кандалакше в понедельник 19 декабря – минус 6, минус 8. В Умбе теплее, до минус 4 осадки. В Полярных Зорях также снежно – минус 7, минус 9. В Апатитах – около минус 5. В Кировске – снег – минус 5, минус 7. В Кавдоре – до минус 10. В Манчегорске – около минус 6 и снег. В Лавозере – минус 5, минус 7. В Оленигорске – холоднее, до минус 11. На севере области в Никеле – минус 7, минус 9. В Заполярном – до минус 9. В Североморске – минус 8, минус 10 и снег. В Мурманске днем в понедельник 19 декабря – минус 6, минус 8 и снег. Это были все новости к этому часу. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова